В Одесском муниципальном музее личных коллекций Блющунова открылась выставка футуристических арт-объектов. Скульптуры можно изучать не только взглядом, но и прикосновением. В цифровой век тактильность обретает особую ценность. Так считает Татьяна Штыкало, автор уже полюбившихся одесситам и гостям города скульптур котов. Так, с 13 декабря в Одесском муниципальном музее личных коллекций Блющунова желающие могут прикоснуться к искусству в прямом смысле этого слова. Представленные футуристические арт-объекты имеют особую фактуру поверхности. Необычные ощущения от подобранных материалов создают новые измерения восприятия объема и формы. Технологически, если проследить выставку, видно, что базовый объем один. Один, сфера, что-то такое овоидное. То есть на старте это все одна технология, которая дальше, в зависимости от того, что получилось, не получилось, где-то вот потрещала по всем швам. И оно подсказывает, что с этим делать дальше. Резать или так оставлять, или выкраивать плоскости, или соединять с какими-то металлами или другими материалами. Например, по мнению заведующей выставкой дома Блющунова, это больше, чем скульптуру. В традиционном смысле этого термина. На первый взгляд, они близки интерьерной абстракции. Деликатные линии вызывают ассоциации скорее с выращенной живой, чем механически произведенной материей. Эстетичные образы лишены привязки к предметной конкретике. Но именно осязательный опыт меняет точку стандартного восприятия, прокомментировала Мария Опрятова. У зрителя может вообще не возникать никакого визуального впечатления. Но взявши один из объектов в руки и закрыв при этом глаза, возникают очень интересные новые ощущения. Сознательная эрозия некоторых деталей возвращает к ощущению времени, а прикосновение делает ощутимой проблему дефицита контактов в современном обществе, где каждый участник может большую часть жизни проводить в виртуальном и чисто визуальном мире, прокомментировали присутствующие в зале. Увидеть и потрогать экспонаты можно будет до 28 декабря.